Итак, всем привет, с вами ДПГ, мы продолжаем играть за Афганистан, если вы вдруг впервые, обязательно подписывайтесь, а мы же пытаемся спасти вот этот вот просто ужасный-ужасный ад. Поехали. И смотрите, реально-реально восстали дворяне. Кто посмел, как посмели. Ну мы их подавим, нам армию, благо, не удалили, слава богу. Так что, ну да, реально, разберемся, наверное, быстро, если там только не будет, не знаю, 10 тысяч миллионов всего. Тем не менее, тем не менее, да, нам нужно в мире быть, чтобы дальше пойти, так что нам нечего брать. Да, палитку покопим. Слушайте, это даже оказалось немножко выгодным, потому что мы получили 2000 винтовок. Хотя, конечно, у нас пострадало производство ПВО из-за этого, так что не сказал бы, что прям выгодно, но ладно, мы хотя бы не так много потеряли. Здесь, единственное, ребята были без снабжения какое-то время. А, ну они просто были без снабжения. Ладно, тогда сейчас с этим потихоньку разберемся. Нет, османов душат просто жесть. Их реально скоро победят. Мне это немножко не радует. И мне нужно быть в мире, чтобы тебе делать следующий фокус, но это чушь, потому что я-то уже в мире. И я просто новую войну начал. Я не заметил, что там нужно быть в мире для этого фокуса. Благодаря Аллаху мы смогли взять следующий фокус. И идем, наконец-таки, в вечерику. И нам объявляет война... Что? Кто? Сномбей войну. Ты что, больные? Ну ладно. Так, у нас второй, золотой век ислама. И мы тут делаем, турбаром что-то делаем, плюс фарсапорт, минус политка. А, в общем-то, делаем страну стабильной снова. И мы добились здесь, наконец-таки, снабжения получить. Ближайшая дальше кампания пройдет уже попроще. Австрия капнула? Это же капитализация всего альянса. Теории? Ладно, нет. Ну, да, Германия еще держится, но у осман... По ощущениям, все, закончилась игра. Мы будем их спасать, очевидно. И османы позвали нас как своего союзника. Что? Мы, видимо, против кого-то вместе воюем. Я не очень понимаю, против кого. Видимо, против вот этой невероятной... Да, эта страна объявила войну примерно всю миру. Звучит как забавная страна, если вы про нее знаете, напишите в комментариях. Может, я когда-нибудь сам тоже посмотрю. Но мы нет, мы занимаемся поднятием хотя бы какой-то пехотной армии нормальной. Так, проводим мы какой-то дурбар. Смотрите-ка. Ничего себе. В принципе, Эмират Вечного Огня у нас, только я у нас появляюсь в фокус. Мы становимся тут немножко тоталистами. Ну, тоталистами только от слова тотальная война, видимо. Ну, ладно. Кайзер от таких событий вообще умер. Но, кстати, они, по-моему, начали контраковать. Да, они сводбили часть Сирейна. Германия, съев Австрию, в принципе, сменила ситуацию как-то, да. И Болгария, кажется, здесь победила осман. Но мы еще вернем ее. И капнули эти ребята. Забираем их себе. Тоже, я думаю, будем интегрировать обязательно. И сейчас думаем, куда мы пойдем. У нас там Дели, я думаю, не так далеко будет. Вот здесь вот. Ну и... Снятся с Россией пора. Но я думаю, вот эта армия у нас пойдет в Дели, которая сейчас обучается. А вот эти ребята поедут все же воевать сюда. Смотрите, это... Этот парень имеет пустынного лиса. А этот не имеет. Соответственно, этот идет сюда. Ну и плюс здесь, наверное, будет чуть более серьезное сопротивление. Этот пускай как-то воюет здесь. Плюс мне надо, наверное, поприкрывать вот эти всякие провинции. Ну так чисто на всякий случай. Хотя я думаю, мы достаточно быстро там пробьемся. И сокрушим мы духовенство. И получим себе, можно сказать, стопроцентное ТНП. Потому что будет у нас еще военная экономика. Так что да. Прелесть. Я еще в свое время приложил здесь вот ЖД. Чтобы соединить наши западные, так сказать, и восточные части империи. И здесь, чтобы тоже соединиться здесь. Чтобы быстрее перебрасывать войска в случае чего. Хотя все еще ЖД у нас, конечно, не хватает. Нам Ленли закидывают очень много стран. У нас, как обычно, на это все не хватает даже конвоев. Но потихоньку с этим справляемся. И самое главное, потихоньку сейчас готовимся к войне с Россией. Так что эти ресурсы не пойдут в никуда. Здесь, блин, будет достаточно сложно. У нас фронт будет очень расширяться постоянно. Только здесь он будет сужаться. Эта армия, походу, пойдет все еще только на западный фронт. Я не вижу возможности у нас еще и с Индии с Антантой воевать, если честно. Итак, у нас КБ готов. Заканчиваем мы тренировочки. И, слушайте, пока Россия не успела выставить войска, надо рашить. Надо атаковать. Призываем всех союзников. Кстати говоря, это, возможно, плохая идея. А, возможно, хорошая. Кстати говоря, это даст проход, наверное, я. Вот здесь вот, ребята. Ну, посмотрим сейчас, как это будет работать. Нам бы на Болгарию тоже напасть сразу. Все, прекрасно. Вторая скорость на всякий случай. И душем нам нужно пайпать побольше войск. И здесь французов танки. Так, на танке... Про танки разговора, как говорится, не было. Это что-то из нечестного. Ну, тогда придется немножко позащищаться. В данном случае это заставит интернационал сюда прислать войска. Нам не сильно нужно его имя накапать. Нам скорее спасти Германию от того, что здесь слишком много войск вражеских. Ну, и Россию мы можем действительно здесь захватить территорию. Кроме этого, возможно, здесь нам что-то интересно. Но в целом, в целом, нам интересно именно спасение союзников. Это не какие-то наши империалистические замашки. И контратака французская. Я понимаю, что, да, нам не хватит текущих наших сил. Нужно деплоить побольше. Этот фронт сужать. И эту новую армию деплоить, соответственно, оставлять новую линию обороны. И, короче, здесь как-то очень странно работают границы. Здесь что-то сломано. Здесь кто-то тоже, видимо, непроходимо. Какая-то территория точно так же здесь имеется. Ну, что-то, наверное. Это немножко усложняет нам создание нормального фронта. Ну, я немножко меняю, так сказать, концепт войны. Это мы оставляем, чтобы Россия это захватывала. Она просто сюда пускай растягивает наши войска. И мы переходим вот сюда. И здесь будем сейчас более концентрированно атаковать. Здесь у нас очень странно. Границы подвигались несколько раз. Но я думаю, мы сейчас сможем здесь пробиться. Хотя что-то там, как говорится, солидное у этих дивизий. Очень даже. Поэтому будет не так просто. Но кто говорил, что будет просто. Мы, в принципе, сразу были готовы к серьезному сопротивлению. С ней деплоится дивизия. Из-за того, что им не хватает, видимо, ПВО, да, чуть-чуть. Деплоится, я вам сказал, быстрее. Война не ждет. Это такая, блядь, это такая. Бегом воевать. Строим мы там что-то. И пускай нам весь мир завидует. Либо... И мне все еще нравится старый кабул. Ну, старый кабул звучит нормально. И у нас... Да, закончились, считайте, все фокусы практически. Ну, что я могу сказать? О! Перестроить нашу армию, нашу авиацию, наш флот. Ну, начнем с армии. Может, мы тут еще какие-то бафы получим? Я бы очень хотел. Особенно у нас вот такие вот дебафы имеются. Не супер страшно, но организации жалко. Вообще, мы захватываем 30% снаряжения, что выглядит забавным. Но... Вот, да, 5000 винтовок это не так плохо, но... Из 50... Ммм... Это чуть маловато. Ой, у нас тут ЖД оказывается на приколе. Вот в таком вот. Давайте-ка соединять его. То ребята без снабжения тут, без соли, так сказать, доедают. Но нет, теперь соль им подвезли. И тут опять что-то сломано. Видите, здесь сюда не двигается, но... Здесь какой-то еще фронт есть при этом всем. Отвратительно абсолютно, когда такое что-то происходит. Но... Что нам сделать? Только сюда дивизию отправить. Вручную. Ну что, фронт стабилизирован. По крайней мере, на данный момент можем начать пробовать какие-то... Ну, такие вот пантер-атаки. Хотя... Да. Французы здесь очень солидные. Это правда. Ну что, давайте-ка сюда. Можно модернизировать. 15% будет скидка на пехотку. Потом еще какие-то бафы. И слот, что самое главное, это меня радует. Особенно слот. Поехали туда. Падение Киева. О, Германия. Да, Германия пошла, пошла разгоняться. Прекрасно. Как я говорил, Германия через вот эту вот либеральную... Около Металь-Африку очень сильна. И правда, видите, она... Глад пушить. Теперь мы сейчас вручную будем здесь потихонечку выбивать Россию из нашей горы. Нам дали еще, смотрите-ка, немножко оружия. Говорят, умирает в создании оружия. То есть они до этого вручную его делали. Ну, такова судьба этого оружия. Нам нужно обязательно потом доделать, потому что танки нас просто уничтожают. И смотрите-ка, с кем мы будем сотрудничать. Скорее всего с немцами. Прорыв 10. А, тут есть разные бафы, да? С османскими можно. С японскими можно. С русскими можно. Сейчас я вижу, как мы будем с Россией сотрудничать. Прямо обязательно. И смотрите-ка. Турецкая миссия третьего интернационала. А вот у меня вопрос, а оно останется? Если да, то это, конечно, круто. Ну, давайте-ка. 10 атаки дивизии. Да, нам французы помогают воевать сами с собой. Бля, кстати, я бы не удивился. Звучит исторично. В принципе, звучит достаточно по-французски. А мы идем сюда. Минус скорость. В общем-то, чувствует, что у нас дебафает. Но в среднем все же реформы в плюс вроде как. Так что идем сюда, но через военные заводы сначала. Смотрите, Германия капнула Болгарию. Что с ебалом, французы, которые сейчас у нас тут на границах стоят? Будет очень неловко, если вы теперь все без снабжения внезапно окажетесь. И будете вайпнуты нахуй. Будет очень неловко. Какая жалость. Османская империя сразу же моментально восстанавливается. Да, наша ставка на Германию не прогадала. И мы успешно сейчас сможем победить эту чертову угрозу интернационалистов. Ну, давайте попробуем здесь попушить. По ощущениям, мы тоже здесь справимся. Да. Вроде как все здесь отлично. И здесь, да, мы тоже пушим где возможно. Хотя я бы хотел, конечно, сначала добить вот этих ребят. А там дальше смотреть. Ну, сейчас разберемся всеми. Единственное. У нас есть вот здесь вот угроза теперь новая. Потому что теперь у нас тут фронт с Россией. Конечно, угроза такая нормальная. Потому что это горы. Мы сможем без проблем там дефаться. Но не супер приятно. Будем честны. Впрочем, я думаю, мы будем окей. Смотрите, Россия вновь контратакует. И вот здесь вот успешно пробивается. Я думаю, это только из-за того, что в Германии здесь фронт немножко попереломался. Поэтому она, наверное, дивизия поперебрасывала. Но во Франции прорыв сквозь Элизас. И сквозь Нанси уже французская. И входят они в Бургундию и в Лорейн-Плато. Плюс отбили Нидерланды. Ситуация улучшается достаточно стремительно. Кстати, они готовятся Османам помочь, я так полагаю. Да, чуть-чуть. Ну, ладно, это пыль. Ну, слушайте, совместными усилиями. Сейчас фронт, конечно, здесь опять появился. Войска полностью мунивайпли. Потому что, очевидно, здесь все еще было много войск. И там есть откуда им стомжаться, откуда-то к новым войскам заходить. Но ситуация очень сильно улучшается. Хотя вот здесь вот опять есть какие-то, ну, страшные вещи. И, кстати, замерел здесь все с Италией. Это даже хорошо. Это минус страна. Вот это меня очень напрягает. Но как будто я только усиливаю давление на Россию. Здесь еще Трансамбурская республика тоже должна усиливать давление. Но пока как-то не сильно успешно. И, кстати, меня радует, что очень много здесь есть танков у России. Но примять их она в горах не может. И по факту они здесь очень их теряют. Если бы эти танки были бы, допустим, вот здесь, было бы много тяжелее. Здесь все еще есть танки. Кстати, в России, на удивление, очень много танков. Это правда, кстати говоря. Там больше всего танков. Так что я супер перестраиваюсь сейчас в ПТО. Собственно говоря, наверное, надо сразу его зарашить. Было бы хорошо. И, конечно, добавляют АПТО в наши дивизии. Сразу будет не хватать. Но потихоньку дивизия начнет получать эту самую нам необходимую хард-атаку. И сразу давайте что? Еще одна армия. Нам нужно больше дивизии. Однозначно. И, кстати говоря, даже эти легкие танки слабее нашей пехоты. Потому что, видите, я здесь с четырьмя пехотными дивизиями смог переманеврировать, получается, четыре танковые дивизии. Это очень забавно. Хотя, по ощущению, было здесь пятая, которая вайпнулась, потому что мы ее опередили. Вот типа такого там было, по-моему. Это действительно выглядит очень смешно. Но так вот воюет ими. Плюс я не знаю, какой у них шаблон. Мы можем только предполагать. Нет, там танков есть, но, видимо, там слишком много танков. Да, вот еще четыре. Тут уже три, два и один танк. Прекрасно. Но танков этих просто они делают, как пирожки. Все-таки Россия в Кайзершизе очень сильная. У них очень сильные бафы. И что я могу сказать? Афганистан успешно отбоевал Кавказ. Уже освобождены Азербайджан, Грузия. Здесь у нас освобождены просто люди Кавказа. Конфедерация, забавное название. И да, здесь у нас все еще все очень медленно. Здесь какая-то очень странная тактика, лексика от России. Пока что вроде неуспешная. Ну и да, мы немножко тоже потеряли дивизии. Все-таки не только меня здесь. Точнее, не только я здесь окружаю. Периодически, когда я смотрю и на автоплане воюю, такие территории хаяния окружают. Но ничего, у нас сейчас будет готова эта армия. Будут готовы пополнения к текущей армии. И в принципе сможем мы нормально перейти в наступление. Пока что мы только, я бы сказал, отбивали безопасность своих границ. Но Германия здесь вроде как тоже успешно. Снова контратакуют. Тут вообще непонятно, что происходит в этом фронте. Ну и мы точно пройдем сами в атаку. Так что с вами был Допгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, движения, скоротпустя. Все в описании. И до скорых встреч. Всем пока.